Из-за контрабанды сахара потери госбюджета Молдовы в нынешнем году могут достичь 180 миллионов леев, утверждают представители Союза производителей сахара. По их мнению, более половины реализуемого продукта на внутреннем рынке возится в страну незаконно, а это несет за собой большие убытки. Контрабанда сама не дает продавать наш сахар. Сахар лежит в остатках. Мы его не можем продать, не можем высвободить деньги для того, чтобы авансировать весеннюю посемную. И дальше произвелся секлы. Это год-полтора, и сахарная отрасль в Молдове исчезнет. По данным Союза сахаропроизводителей, объем контрабандного сахара составил 56% от общего объема продаж. За первый квартал нынешнего года продажи сахара составили 6400 тонн, а это в два раза меньше, чем в прошлые года. По словам исполнительного директора Союза сахаропроизводителей, если так и дальше будет продолжаться, то это приведет к распаду сахарной промышленности и, как следствие, экспорту сахара. Стратегия государства уничтожить эту отрасль и разорить эти поселки. Если это стратегия, я не говорю, что она есть, я говорю, что если, тогда будем ориентироваться, где нам дешевле взять время на сахар. В этом году на Украине был урожай, сахар дешевый. На будущий год будет не урожай, а мы рассчитывали на их сахар. Будем есть сахар по 25-30 лень. По словам экспертов, контрабанда сахара является большой проблемой для государства. Ведь если распадется сахарная промышленность, работники, занятые в данной сфере, останутся без источников дохода. А это не один и не два человека, ведь в данной отрасли заняты многие жители Дандюшан, Гладиан, Дроки и других районов. Почему государство не борется с контрабандой сахара в Молдову? Возможно, это выгодно кому-то из чиновников? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!